Как? Мы же его сломали! Он же бессмертный, возрождающийся! Маша, а ну быстро собирай своих лоб! Хм, и чего это вдруг? Потому что сейчас мы будем снимать распаковку! Не распаковку лоб, но я согласна! Еще и не хитничает маякка! Эй, аккуратно! Это же лоб! Ой, с твоими лобами ничего не случится! Так что же мы будем распаковывать? Сейчас мы будем распаковывать Феникса! Как? Мы его сломали! Он разлетелся на куски вон том видео! Ничего, он не сломался! Он же бессмертный, возрождающийся! Это как? А вот так! Привет! Ты на канале Тим Витэй и Маша! Привет, друзья! Хочешь распаковать Феникса? Ставь лайк! Это очень сильный и необычный бейблейд! Типа защиты! Давай уже открывать и смотреть! Ой, Маша, ты уже один раз распаковала! Дай это сделать профессионалу! Ну что ж, давайте смотреть, какая необычная птица оказалась у нас в руках! Ой, здесь он приклеен! Отрывать? Ну, конечно, Тимофей, давай уже рассматривать! Мне уже самой хочется посмотреть, что же здесь у нас есть! Шикарный энергетический диск, силовой диск и суперский драйвер! Так, запускалочка! А здесь прям настоящий Феникс! Вот это да! А его хозяин похож на шу-куриная! Маша, на шу-куриная-то он похож, но он не совсем такой добрый, как наш шу! Этот бейблейд принадлежит парню по имени Фета, который таинственным образом появился из горящего леса в 13 серии 3 сезона. У этого бейблейдера необычный внешний вид. Глаза у него разного цвета, он носит серьги с бриллиантами индиго, а его одежда напоминает оперение мифической птицы. Но несмотря на его немного женственный образ, сам Фита груб и злобен. Этот персонаж в сериале обладает темной силой, поэтому сражаться с ним ох, как нелегко! А, он все равно няшка, хоть тяжелой! Энергетический диск у Феникса, он очень крутой! А его главный трюк, что у него есть съемное кольцо! Точно, Тимофей! А когда Феникс сбрасывает свое кольцо во время боя, то увеличивается скорость. Знаешь почему? Почему? Потому что, посмотри, у него в два раза больше металла, чем у других беев, и оно прямо вот по краю идет. Видишь, какое круглое? Да. И служит как маховик. То есть он еще с большей скоростью раскручивается. Ух ты! В центре энергетического диска расположен аватар Бейблейда, мифическая птица Феникс. Это очень сильный аватар, ведь Феникс обладает бессмертием. Ммм, похоже на жар-птицу! Так и есть, Маша. Феникс послужил прообразом, известный нам жар-птицей из сказок. Словой диск Феникса под номером 10. И, кстати, это совершенно новый диск. Такого еще нет ни у одного Бейблейда. А наконечник как мячик. Широкий круглый наконечник помогает увеличить защиту. А вот это вот кольцо действует как тормоз при наклоне. Не, вот мне, честно, понравилась больше всего запускалка. Она у него такая крутая. Кстати, Тима, вот этот вот лаунчер, он самый длинный у токара Томи. А с кем мы его сразим? Ну, раз он бессмертный, то давай его сразим с Гаруда. Ну что ж, я думаю, будет интересный бой. Ну что ж, непобедимый Гаруда против бессмертного Феникса. Раунд первый. Три, два, один, стоп! Гаруда, давай, Гаруда, давай, здесь победи! Ну что ж, посмотрим. Кто же остановится первее? Но Феникс не спешит сбрасывать свое кольцо. А Гаруда уже виляет. Ура! Да, Феникс победил! Раунд второй. Три, два, один, стоп! Гаруда, побери! Давай, Феникс! Мне интересно, как он сбрасывает кольцо. Но, смотрите, он не спешит сбросить кольцо. Почему? Ждем, чем же закончится этот бой. Смотрите, вот еще раз Гаруда проиграл. Вот так! Феникс бессмертие! Неужели непобедимый Гаруда проиграет? Раунд третий. Три, два, один, стоп! Гаруда, давай, победи! Давай, Феникс, давай, победи! Мне кажется, что нашелся на Гаруду Бейблэйд, который его будет побеждать. Феникс, я в тебя верю, забаваюсь! Да! Напиши в комментариях, с кем бы ты хотел, чтобы я сразил Феникса! И нажми на красную кнопочку, чтобы подписаться! Всем пока! Пока! Пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok